Слава Украине! Приветствую от Полонского. Информация для россиян. Что происходит с вашими 200-ми и 300-ми и как ваших, скажем так, дурочек, по-другому не скажешь, которые отправили мужей и сыновей воевать в Украину, убивать женщин и детей здесь, как их кидают на деньги? Это вообще. И как 300 от ваших 200-х? Ваши 200-х. Точнее, как 200 от ваших 300-х. Вот это будет правильно. Два таких момента очень интересных, к которым Украина непосредственно отношения не имеет. Так вот, смотрите. У нас, чтобы не быть голословным, я просто одно из видео, которое показывает, показывает, как кидают глупых вот этих вот мадамов, которые послали своих мужей. Вот оно здесь в описании к данному ролику. Посмотрите и будете в курсе дела, как это делается. И так там одна арчиха жалуется, что ее орка послали, значит, могилизировали, послали его убивать женщин и детей. Как говорится, и вот он был ликвидирован в Украине, ну а потом ее оставили без денег. Значит, способов оставить без денег, ну, максимально много, они простые. Все делается элементарно. Все мы привыкли к такому способу, что нету тела, нету дела, да? И, собственно говоря, этого, как расисты этого добиваются? Они сжигают своих двухсотых в полевых крематориях и, собственно, говорят, что такого человека нет, не было. Или же просто не вывозят его с поля боя, он там где-то сгнивает. Ну, таких вот случаев процентов 70 от общего количества. Он дезертир, а что? Нет, нет тела. Тот дезертир, тот пропал без вести. Все, вам ничего не положено, идите гуляйте. Вот докажите, что где его организм, нету, нету, ну все, гуляйте, значит, нету его. Вот этот один способ, да? Но этот способ с привлечением к крематорию и так далее, это более такой хлопотный, затратный способ. Есть гораздо более красивый способ, который применяется на России, да? Есть такой ростовский морг, который выдает в день, там, я не знаю, сто пятьсот тысяч справок вот этих на двухсотых чмобиков и расистов погибших. Да, знаете, что они делают? Там это поставлено на поток. Маленькая ошибочка. Или одна буквочка фамилии неправильная. Или дата смерти неправильная, вот как в этом случае с вот этой вот мадам, которая там плачется на камеру. Или еще что будет, ерунда какая-то, ну вы же понимаете, это Россия. И любая вот такая ошибочка, ошибосюсечка, да, которая, ну там, или они что-то натрут, да, возьмут там где-то случайно за ручкой что-то перечеркнут и понапишут. И такое вот, да, все, исправление какое-то. Все, свободен. Свободен, ты ничего не получишь. На это все и направлено. Она-то думает, что там в данной ситуации с ней они случайно ошиблись и там вместо 19-го стали 26-е число июня. Или наоборот. Ребята, никто не ошибался. Никто не ошибался. Это сделано специально. Это делают для того, чтобы вы не получали деньги. Дело в том, что путинский бюджет трещит по швам. Путинскому бюджету хана. Там доходы меньше расходов уже в 2,5 раза. То есть на сегодняшний день Россия страна уровня Зимбабве, только не сегодняшний, а сегодня Зимбабве уже так более-менее, знаете, поправили там ситуацию, да. А вот Россия на сегодня уровня Зимбабве десятилетней давности. Когда там, да, квинтиллионы этих зимбабвийских долларов там рассыпали по улице, они ничего не стоили и так далее, и так далее. Вот. То есть Россия это эдакая северная Зимбабве. Вот с такой скорой инфляцией. Вы же сами прекрасно видите. Курс доллара скачет не по дням, а по часам. И, собственно говоря, деньги брать на вот даже вот эти фубли, которых можно напечатать 100-500 миллиардов. Им все равно. Они сегодня могут 100-500 миллиардов напечатать фубли. Завтра еще. Все равно и те не обеспечены никаким товаром, и эти не обеспечены никаким товаром. То есть это просто бумага. Они этой бумаги, конечно, могут много напечатать. Но проблема в том, что она обесценивается. Это раз. И фактически второй момент. Тот же они не могут на самом деле печатать ее бесконечно. Во избежание гиперинфляции, которая может наступить уже завтра утром. И поэтому они применяют гораздо более такой интересный способ. Это просто нету тела, нету дела. Это раз. Или второй раз способ мелких ошибок в документах о смерти персонажа. И все. Она там побегает, потыкается, помыкается. Месяц, два, три. Плюнет, выйдет замуж за какого-то там приезжего африканца или корейца. Скажет, да пошел тут, Ванька. Ну не получилось. Ну не срослось у меня. Ну не срослось. Может с этим что-то срастется. Вот и все, собственно говоря. Вот так это будет выглядеть. И это не шутки. Это то, что происходит у них каждый день. Как говорится, в промышленных масштабах. И, собственно говоря, все. Вот таким вот образом Россия решает проблему неплатежей. Вот этим вот, точнее уже не чмобикам. Чмобикам уже ничего не надо. А вот их, так сказать, незадачливым семьям. Послали, как говорится, мужичонку. А получили дулю с маком. Больше ничего у вас нет. Вот. И там еще есть один интересный момент. Из этого же, из этой же оперы. Это как 200 от 300, да? Очень просто. Вот тоже отношение как к скоту. Это же не мы делаем. Это вы делаете со своими солдатами. Там вот на ростовском аэродроме куча 300 тяжелых чмобиков и так далее. Лежат просто на взлетке. Их вывел в аэропортах никто не пустил, чтобы они там глаза не мулили никому. Не портили вид своим нечестивым видом. Не портили, как говорится, взгляды, незамутненные взгляды любителей Путина. И лежат где-то там на взлетке с 9 утра до 8 вечера, когда им обещали вылет. И без прикрытия какого-либо. Просто под солнышком так лежат. Хорошо. Их там солнышко плавит. Вы полежите немножко, да, под солнышком. А когда ты там 300 и тяжелый или средний, вот это вообще красота. Полежишь там, да, и очень хорошо тебе становится от этого солнышка. У них нет даже навеса элементарного. Еду не дают, пить дают там раз в день. Это называется эвакуация раненых из Ростова на Москву. Вот чтобы вы понимали. А потом, естественно, половина не долетит. Этой половине вот потом возьмут и сделают небольшую оперчаточку в документах. Почему он там умер? Собственно говоря, технология работает. Технология и ничего личного. Просто бизнес. Вам не хотят платить деньги. Потому что вы лохи.